Если Соединенные Штаты добьются запреты на продажу иранской нефти, Тегеран перекроет Армузский пролив, заблокировав таким образом поставки нефти из Персидского залива. С такой угрозой выступил в Тегеране заместитель командующего корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари. По его словам, через контролируемую Ираном горловину Персидского залива проходит до 20% нефти, поставляемой на мировой рынок. «Мир нуждается в этой нефти», — заявил генерал. Он уверен, что США дорого заплатят за свои враждебные действия в отношении Тегерана. В начале недели Вашингтон объявил, что с 4 августа восстановит часть санкций против Тегерана, другая часть будет восстановлена 6 ноября. Того же Америка требует и от своих союзников. Турция и Китай уже заявили, что не станут сокращать закупки нефти у Тегерана. Надо учитывать и позицию России, для которой Иран — союзник на Ближнем Востоке. Капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко верит в способность Тегерана осуществить свою угрозу. Блокировать выход из Персидского залива в Мировой океан вполне возможно, поскольку Армузский пролив легко минируется. Там достаточно мелководная акватория. Кстати, корабли ВМФ СССР действовали там во времена обострения обстановки. СП. Под силу ли это Ирану? У Ирана сейчас довольно мощные военно-морские силы. Настолько мощные, что они уже ставят себе задачу организации боевой службы у берегов США, то есть собираются совершать походы к американским берегам и там подолгу находиться. Это делается для того, чтобы Штаты поставить в такое же положение, в котором находится сам Иран, у берегов которого присутствуют американские авианосцы. Кроме того, у Ирана есть достаточное количество подводных лодок типа наших варшавянок, они у нас их в свое время покупали. Мы знаем, что это достаточно эффективное оружие. Плюс, у Тегерана есть военно-воздушные силы, развитая ракетная техника. Персидский залив иранцы способны простреливать насквозь. К тому же речь идет в первую очередь о танкерах, а это огромные уязвимые цели. Современные танкеры имеют водоизмещение по 150 тысяч тонн. Попасть в них — не проблема. СП, но американцы тоже не лыком шиты. Конечно, это совершенно не устраивает иранцев, но не устраивает и других соавторов СВБТ, включая союзников США, Великобританию, Францию и Германию. Визит президента Ирана Раухани в Европу, Швейцарию и Австрию, свидетельствует о том, что иранцы активно стараются создать европейский блок для защиты СВБТ от американцев. Но мне кажется, что финансово-экономическая мощь США не даст возможности сохранить ядерную сделку. СП, поясните, пожалуйста, договоренность в рамках СВБТ двусторонняя. Иран должен выполнять свою ядерную часть, сокращать ядерную инфраструктуру, а остальные снять всю экономическую санкции против Тегерана и вести его в круг своего бизнеса. Иран свою часть выполняет, что доказано МАГАТЭ. А другая сторона из-за давления США выполнена быть не может. Поэтому Иран движется к тому, что он сам может выйти из СВБТ, и такие намеки уже есть. Во-первых, Тегеран увеличил производство желтого койка, это исходный материал для обогащения урана. Во-вторых, снова начал производить центрифуги. Пока и то и другое сделано без нарушения СВБТ. Кроме того, Тегеран пообещал частично сократить свою деятельность в МАГАТЭ, и вот теперь речь зашла о перекрытии Армузского пролива. СП, кажется, назревает война, Трамп, как на машине времени возвращает нас в 2011-2012 годы, когда ядерная проблема Ирана стояла очень остро, и каждый день говорили, что вот-вот Соединенные Штаты или Израиль, или они вместе ударят по ядерным объектам Ирана. И тогда Тегеран также угрожал перекрыть выход из Персидского залива. А ведь через эту акваторию идет чуть ли 70% нефти, которая перевозится танкерами. СП, сможет ли Иран это сделать с военной точки зрения? В Персидском заливе у США есть военно-морская база и сконцентрирована довольно мощная группировка, в том числе военно-воздушные силы. Если дело дойдет до перекрытия пролива, то это будет повод для войны. СП, а не кажется ли вам, что целью выхода США из ядерной сделки и последующих санкций является желание Вашингтона как раз и довести дело до горячего конфликта с Ираном? Я так не думаю, Трамп камешек кинул, а теперь начался обвал. Сейчас уже трудно что-то регулировать. Напряжение усиливается, но не думаю, что Трамп сейчас хочет вести реальные боевые действия, тем более с Ираном. Иран после ввода санкций, конечно, восстановит свой ядерный потенциал, который был до СВБТ, и вполне возможно возродит его военную составляющую. Но это займет много времени. И вот тогда вряд ли американцы или израильтяне, или саудиты будут спокойно за этим наблюдать. Могут последовать какие-то удары по Ирану. Акватории Персидского залива очень значимы для мировой нефтедобычи, напоминает экономист Никита Масленников. Значительная часть всей ближневосточной нефти проходит через Армузский пролив. Но несмотря на то, что обещания Ирана прозвучали почти сутки назад, рынок реагирует слабо. По котировкам реакции незаметно. СП. Странно, почему так? Рынки не верят в серьезность объявленных Тегераном намерений, так как это сразу будет означать масштабные санкции в отношении Ирана и блокаду нефтяных экспортных поставок. Рынки рассматривают угрозу перекрыть пролив в пакете с обещанием Тегерана выступать против США, против Саудовской Аравии, которая, возможно, будет увеличивать добычу за иранский счет и тому подобные. Рынки в данном случае умнее политиков. Чтобы они поверили, нужно, чтобы угроза была реализована. Если же это случится, то возможно и какое-то военное противостояние в регионе. Желающих осадить Иран на Ближнем Востоке хватает. СП. Однако слова все-таки произнесены, для этого есть и внутренние причины. Хотя основные санкции еще не введены, экономическое положение уже полетело под откос. Инфляция с начала года 9,7%, курс иранского реала под 43 тысячи за доллар, плюс засуха, а значит не урожай. Поэтому постоянно внутри страны идут акции протеста. Президент Раухани поставлен перед необходимостью менять экономический блок правительства и принимать какие-то экономические решения без относительно санкций. Естественно, в этих условиях подобные резкие слова произносятся. Но вряд ли Тегеран на это пойдет.